Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим замечательные вкусные пирожки с капустой на бедрожжевом тесте на кефире. И приступим к их приготовлению. К нашему замечательному тесту на кефире мы готовим начинку. Начинку мы решили сделать со свежей капустой. Она такая в меру будет у нас солененькая, с чесночком. Так, что рассказывать? Я сразу же приступаю к действию. Значит, мы мелко нарезаем лук. Лука я взяла вот такую небольшую головку. Порезала его. Пока наш лук будет обжариваться, мы с вами быстренько пошинкуем капусточку. Шинковать капусту нужно достаточно тоненько. Если вы не умеете и хотите научиться, то для шинковки, для хорошей, нужен тяжелый нож. Сразу же будет удачно вам... Ну, в общем, нож вам сможет помочь в шинковке. Значит, просто вы надавливаете ножом на капусточку. И она, естественно, вот так вот рубится достаточно тонко. Затем мы должны ее измельчить, чтобы в наших пирожках она была такая нежная, мелкая и чтобы она у нас не тянулась. Так, вот таким способом мы с вами рубим капусту и подготавливаем тоже к обжарке. Лук у нас пассеровался. Вот он немножечко подзолотился даже. И в него я выкладываю капусту, которую мы с вами порубили. Значит, капусту мы должны с вами обжарить. Сделать так, чтобы она у нас была готовая. Вот она у нас свежая, поэтому мы ее будем, не будем тушить с водой, просто мы ее обжарим до готовности, чтобы она у нас такая была мягенькая. Так, вот сейчас я обжариваю капусту вместе с луком. Пока наша капуста обжаривается, для вкуса, чтобы она у нас не была такой безвкусной, просто я измельчила вот несколько веточек укропа. У нас примерно где-то мы взяли капусту грамм 700 и один зубок чеснока. Я думаю, что этого будет достаточно. Капуточка у нас будет такая очень приятная, вкусная, с запахами и с ароматами. Конечно же, мы добавим 1 столовую ложечку томатной пасты. И обязательно добавим перчик и специи, чтобы наша капуста имела вкус. Прошло 5 минут, капуста наша обжарилась в принципе неплохо. Она вот дала сок, стала такой мягкой. И я думаю, что еще минут 7, наверное, мы ее потушим и дообжариваем. Я добавляю специи, которые мы любим, чтобы вот они дали аромат. Добавлю немного красного перца. Свою любимую специю, жиру, добавлю. Добавлю черненького перца. Обязательно мы с вами добавляем соль. Соль добавляем по вкусу, но я вот добавлю где-то на нашу капусту чуть меньше, чуть-чуть меньше чайной ложки соли. Также я добавлю томатную пасту. В томатную пасту добавлю 1 столовую ложку. Любите больше, пожалуйста, можете больше добавлять. И перемешиваю, чтобы вот наша капуста вся пропиталась нашими специями. Поимела окрасочку такую красивенькую за счет томатной пасты. И вот еще буквально минуточки 4-5 и мы будем ее снимать. Прошло и время, которое мы загадывали. Капуста наша очень хорошо приготовилась, обжарилась. Готовили мы на самой высокой температуре. На четвертке я делаю ее, обжаривала. Буквально это 10-12 минут у нас. Немного достаточно быстро. Капуста еще раз скажу, что свежая. Выкладываю чеснок и укроп. Все перемешиваю. Выключаю и даю таким способом нашей капусте настояться. Просто вот принять ароматы укропчика и чеснока. Начинка эта замечательная. Она идет во все виды пирогов. Если желаете блинчики пофаршировать, пожалуйста, можно блинчики пофаршировать. Если хотите большой пирог сделать, годится и эта начинка. Для духового шкафа, для любых пирожков, это замечательная, вкусная, быстро приготовленная начинка. Так, все. Она у нас здесь доходит. Сейчас мы переходим к лепке пирожков. Тесто у нас будет домашнее свое, как его приготовить. Вы можете посмотреть ссылочка ниже. Мы его приготовили по просьбам наших зрителей. Которые подписчики требуют. Пожалуйста, приготовьте быстрое тесто пирожковое. Без дрожжей, которое готовится за 30 минут. Мы его сделали, приготовили. Оно у нас получилось замечательным. И мы сейчас приступаем к лепке пирожков. Я делю его на части. Так, у нас такое мягенькое все. Податливое. Для работы с нашим тестом, пожалуй, нам понадобится растительное масло. Я его наливаю на руку. И мы приступаем к работе с нашим тестом. Чтобы оно у нас вот так вот не приклеивалось к столу, к рукам. Я делю наше тесто вот на такие порционные кусочки, из которых нам будет очень удобно делать, готовить лепешечки. Что хочу сказать, что для работы с нашим тестом, конечно, нужно подсыпать муки, чтобы оно не прилипало ни к столу, чтобы удобно было с ним работать. Формируйте так тесто, какие вы хотите пирожки. Надо вот, например, покрупнее пирожки делать и покрупнее. Надо помельче? Пожалуйста, помельче. Тесто великолепное. Оно очень хорошо с ним работает. Оно вот прям раздувается под руками. И я думаю, что все-таки это тесто, оно очень удачное. Поэтому я формирую вот такие вот лепешечки. Я сразу же делаю несколько, так мне удобно. И выкладываю на них начинку. Если ваша начинка не такая сочная, как у нас, или в ней недостаток, суховатый немножко, можно кусочек сливочного масла вот прям сюда, вовнутрь положить. Ничего страшного. Пирожок я формирую, как обычно. Я склеиваю края. Ну и выкладываю вот пока. Мне очень удобно вот выкладывать наши пирожки на противень. И продолжаю готовить наши пирожки дальше. Выкладываю в них начинку. Пирожки мы сделали. Так. У нас получилось 11 штук из половины нашей порции. С этого теста можно приготовить любую выпечку. Можно также приготовить пиццу. Также это тесто годится на любые виды пирожков. Пожалуйста, хоть какие пирожки можете приготовить. Мы идем и выпекаем наши пирожки к плите в разогретое масло, которое мы уже поставили. Так. В разогретое масло мы сейчас будем выкладывать пирожки. Как проверить нам наше масло, готово оно как в жарке или нет. Я вот кидаю кусочек маленьких теста. И пошел процесс жарки. Значит, наше масло готово. Я уберу в избежание, чтобы оно у нас не подгорело. И наши пирожки я выкладываю. Аккуратненько выкладываю на сковородочку. Так, вот я выложила 4 пирожка, так, чтобы они у нас легко вот так вот плавали. Чтобы не мешали друг другу подниматься, обжариваться со всех сторон. Положила где-то грамм 400 масла, чтобы все вот пирожки у нас были в масле. И сейчас я подготовлю салфетку, куда мы будем выкладывать наши пирожки. И 2 вилочки, чтобы нам было удобно их переворачивать. Тесто у нас, вот как мы видим, все в пузырьках. Это хороший показатель, что наше тесто пузырится. И сейчас мы просто посмотрим, образовалась у нас золотистая корочка или нет еще. Нет еще рано. Выпекаем мы пирожки, вот так, чтобы они у нас хорошенечко пропеклись. Не на самой высокой, на тройку я их поставила. Как бы у нас 4 деления мы выпекаем на троечке. Посмотрите, какие замечательные у нас пузырьки чудесные. Мы продолжаем вот обжаривать наши пирожки. Так, давайте попробуем вот это перевернуть. Так, ну, рановато еще маленько пожарить. Так, ну, вот мы не сильно любим зажаристые пирожки. Так вот слегка, так, чтобы они вот имели такой цвет загара. Бересина такие, подзагорелые. Я переворачиваю. Очень удобно это делать двумя вилочками. Ну, как мы видим, пироги наши прямо на глазах расход увеличиваются. Так что, кто не любит дрожжевые, кому нельзя, может быть, пирожки на дрожжевом кесте, то это прекрасный рецепт. И, пожалуйста, пользуйтесь им. Пирожки наши я выкладываю на салфеточку, чтобы вот они у нас стекли. Чтобы не было излишнего жира. Так, и продолжаю дальше обжаривать их. Итак, мы с вами приготовили замечательные пирожки с капустой. Они у нас вот получились вот такими пузырьками, дутые. Мы использовали половину теста. Половину теста мы решили оставить на пиццу. Ну что, давайте посмотрим, что у нас получилось. У нас вот пирожки еще горячие. Я вот сделала вывод, что предпочтение даже больше, наверное, отдам бездрожжевому тесту, что оно более полезное, с ним быстрее работать. И пирожки, конечно, вот такие дутые, красивые, они увеличиваются буквально в два раза. Обязательно попробую. Очень вкусно. Этот пирожок, наверное, я съем. Остальные все пирожки у меня муж забронировал завтра забрать на работу. Ну что, добрый час. Приятного аппетита. Готовьте вместе с нами. С нашим каналом Найди свой рецепт. До новых встреч.